Обновленный центр переподготовки кадров. Университет получает возможность прямо влиять на качество общего образования. То есть на будущих абитуриентов, через учителей. Чем выше квалификация учителя, чем он лучше подготовлен, тем больших образовательных результатов могут достигнуть школьники, которые идут к нам. Горностаевая моль наступает. Эта вспышка не первая, это уже третья вспышка в городе Казань. Первая была еще в 2001 году. Там вообще вся Казань и все Ивы, они были покрыты вот этими вот паутиновыми гнездами, где в больших количествах находились гусеницы, еще в 2012 году. Но, как показала практика предыдущих вспышек, значит, на следующий год вспышка эта сходила на нет, и численность резко снижалась. VR-операционная от студентов КФУ. При создании вот этой третьей операции пришли к новым методам, к методам, так скажем, бранча. То есть у нас появилось ветвление. У нас не просто теперь линейный сценарий, мы берем по порядку все оборудование, все инструменты и ими пользуемся. У нас еще есть ветвление. Мы можем выбрать между трепаном, это такой перфоратор с наконечником, либо коловорот. Всем привет, в эфире Универ Ньюс, а в студии Елизавета Газизянова. Ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин встретился с губернатором иранской провинции Восточный Азербайджан. Этим утром иностранная делегация посетила высшее учебное заведение. Во встрече также принял участие вице-премьер Республики Татарстан, министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко. Был отмечен большой потенциал торгово-экономического сотрудничества между Татарстаном и Восточным Азербайджаном. Ленар Сафин также подчеркнул, что в рамках российско-иранского партнерства на сегодняшний день активно развивается взаимодействие и в научно-образовательной сфере. Раис Татарстан Рустам Мениханов посетил в Казани Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Казанского федерального университета. Подробнее о мероприятии далее в сюжете. 27 июня состоялось торжественное открытие обновленного Приволжского межрегионального центра повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования. На мероприятии присутствовал Рустам Мениханов, Раис Республики Татарстан, также министр образования и науки Республики Татарстан Ильсур Хадиулин, Ильсур Медшин, мэр города Казань и Ленар Сафин, ректор Казанского федерального университета. В центре для учителей из разных регионов профессора Казанского федерального университета проводят мастер-классы для повышения квалификации. Ежегодно переподготовку проходит порядка 8 тысяч педагогов. Центр создан в 2020 году в рамках национального проекта образования на площадке Приволжского межрегионального центра повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования КФУ. В такой центрах повышения квалификации работников образования университет получает возможность прямо влиять на качество общего образования, то есть на будущих абитуриентов через учителей. Чем выше квалификация учителя, чем он лучше подготовлен, тем больших образовательных результатов могут достигнуть школьники, которые идут к нам на учебу. Мы обучаем учителей, например, математике с помощью института механики и математики, учителей физики с помощью института физики и так далее. Все институты имеют возможность принять участие в повышении квалификации учителей. Для плодотворной и комфортной работы центра был проведен ремонт, в ходе которого в центре переподготовки работников в сфере образования появилось 14 просторных аудиторий и 28 уютных комнат. По словам преподавателей, уже прошедших переподготовку в центре, такое учреждение может улучшить качество работы учителей. Нужно непременно узнавать что-то новое. Для меня были и какие-то тоже сегодня новые взгляды на приборы по естественно-научной грамотности, поскольку я физик, а тут было и с позиции химии, биологии какие-то. Новые тоже узнаю и интересно дальше узнавать, развиваться. Отметим, что при Волжске Межрегиональный центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования первый и единственный в Российской Федерации научно-методический центр, направленный на повышение качества работы преподавателей школьного и дошкольного образования. Аделина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Универньюс. Жители России в последнее время тревожат резкое увеличение численности горностаевой моли. Казалось бы, она была создана для чего-то масштабного и великого. Например, поедать ценный мех своего тезки из семейства куниях горностая. Однако на деле ее аппетиты довольно скромны и атакуют моль чаще всего именно деревья. Вспышка численности этих пушистых насекомых заставила содрогнуться жителей многих регионов России. Обо всем подробнее далее в сюжете. Горностаевые моли. Насекомые своенравные. Внешне походят на бабочек, но с весомой шубкой сверху. Эти, на первый взгляд, безобидные моли, свели паутину и объели деревья в более чем 10 регионах России. Татарстан не исключение. Среди обеспокоенных – казанцы, в основном жители Кировского и Московского районов и садоводы. Гусеницы горностаевой моли повсеместно. На деревьях, скамейках и детских площадках. Кировский район у нас, города Казань, был подвержен вот этому нападению. Жаловались горожане, что какие-то, как ужасно выглядят деревья, наблюдали вот этих вот гусениц. Эта вспышка не первая. Это уже третья вспышка в городе Казань. Первая была еще в 2001 году. Там вообще вся Казань и все ивы, они были покрыты вот этими вот паутиновыми гнездами, где в больших количествах находились гусеницы. Еще в 2012 году. Как показывает практика прошлых лет, численность гусениц каждым годом снижается. Однако не настолько меньше их становится, чтобы это нельзя было бы назвать вспышкой. Горностаевая моль жадно поедает не только излюбленные ивы, но и яблоневые, грушевые, черемуховые деревья. По словам экспертов, эта моль – опасный вредитель, который за 40 дней объедает дерево, и оно может погибнуть. Но если с фактором обжорства все более-менее ясно, и попытки обеззоружить этих насекомых предпринимаются, то с тем, что гусеницы горностаевой моль абсолютно неприятны глазу, а порой и вызывают отвращение горожан, ясно не совсем. Она еще неприятна своим внешним видом. Дело в том, что гусеницы, они живут в паутиновом гнезде, которое сами выделяют. И очень неэстетично выглядят деревья. То есть на деревьях находятся вот такие большие паутинные гнезда, они очень неприятно выглядят. Внутри них как раз находятся вот эти вот гусеницы. Тем временем в Казани после многочисленных жалоб горожан провели обработку деревьев на улицах Серова, Батыршина и Кулахметова. На приусадебных участках эксперты рекомендуют ручной сбор паутиных гнезд, а также опрыскивание биологическими инсектицидами на основе бактерий. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универньюс. Операционное место, в котором право на ошибку, непозволительная роскошь. Годами медицинские специалисты изучают все в теории и наблюдают за тем, как все выглядит на практике. Закрепить материал помогут VR-технологии. Студенты Казанского федерального университета не так давно разработали свою виртуальную операционную. В ней уже есть комплекс из трех программ. Одна из них, кстати, знакома всем любителям кинематографа. Трахеостомия – операция, позволяющая вернуть пациенту возможность дышать. Подробнее о проекте узнавала моя коллега Маргарита Михайлова. Мне кажется, я с закрытыми глазами уже могу провести операцию с трахеостомией, как минимум. Все, вот скальпель, все зажимы, расширители – это все уже на подкорке вот здесь. Команде студентов Института информационных технологий и интеллектуальных систем в кратчайшие сроки пришлось углубиться в медицинскую тематику. К защите дипломов они решили разработать свой стартап-проект. Тема появилась сама собой. Старшие коллеги студентов несколько лет назад начали создание комплекса виртуальной хирургической операционной. На разработку первой программы операции по удалению аппендикса ушло практически два года. Новая команда решила продолжить их дело. Ребята подошли к этому вопросу со всей серьезностью, хотя времени на реализацию проекта было не так много. Цель программы – помочь студенту-медику досконально изучить процесс, происходящий в операционной. Как отмечают сами разработчики, это отличное дополнение к образовательной программе. Когда человек несколько раз проходит этот сценарий, он запоминает на чистую, на холодную голову, как это выполняется. Понятно, что когда он даже абсолютно точно уже проходит без запинок наш сценарий, он не сможет просто взять, подойти к пациенту и сразу же провести операцию. Нет, все равно он побудет ассистентом у хирурга еще какое-то время, несколько операций, а потом уже сам сможет. Поначалу непросто было всем. И дело тут не только в специальных терминах, но и в отсутствии профессиональных знаний. Однако с этой точки зрения ребятам помогали медицинские эксперты Казанского федерального университета. С другой стороны, немногие привыкли смотреть на кровь. А наблюдать за реальными операциями пришлось дизайнерам и аниматорам проекта. Ведь все должно выглядеть натурально. Технически реализовать это несложно. Сложность состояла как раз таки в том, что именно медицинская часть. И какое-то время нужно было привыкать именно к просмотру видеозаписей, видеореференсов. То есть любой человек, который откроет эти видео, ему будет скорее всего непривычно смотреть на то, как режут человека. У меня это тоже какое-то время вызывало некие противоречия, но к этому, слава богу, быстро привыкаешь. Это такая специфическая очень работа, потому что связана с медицинской сферой, где очень много разных новых терминов. Коагуляция, карнцанги, кожно-апоневротический лоск. Всего было разработано две операции. Одна из них, кстати, знакома всем любителям кинематографа. Трахеостомия – операция, позволяющая вернуть пациенту возможность дышать. Выполнять ее может только медицинский специалист. Так, сейчас помогу. Задыхается? Сэр. Звоните в скорую. Нужны нож и трубочка. Нужны нож и трубочка. Зачем нож и трубочка? Для того, чтобы сделать обычную трахеотомию. Сэр, сейчас я ставлю трубочку в дырку. Ужастик, ужастик, убери пальцы. Так, и кислород будет поступать в мозг. Через момент вы ощутите, как кислород идет прямо в мозг. В каждой программе заложено 12 этапов. Чтобы протестировать каждый из них, команда приглашала студентов и медицинских экспертов. Временами целые эпизоды приходилось переделывать. В итоге получился полноценный качественный продукт, который уже одобрил Раис Республики Татарстан Рустам Мениханов. В дальнейшем студенты планируют внедрить свой комплекс приложений в медицинские учебные учреждения. Мы постоянно общаемся с ведущими университетами медицинскими России. Пирогова, Сеченова. У них тоже есть эта заинтересованность. Надеемся, что к ним тоже можем интегрировать наш продукт и быть им полезными. Как отметили сами авторы приложений, выиграть грант на разработку проекта у них не получилось. Однако это их не очень расстроило. Ведь команда готова пойти гораздо дальше. А именно, заявить о своем продукте на государственном уровне. Когда инициатива будет исходить из министерства, вроде как лучше. Но опять же, мы готовы к этому. Мы готовы участвовать в тех же самых государственных закупках. Для этого нам надо сертифицировать продукт, чтобы мы могли выставляться на эти площадки. И да, мы как раз хотим этим в ближайшем будущем и заниматься. Сейчас ребята планируют больше углубиться в маркетинг, чтобы их продукт был востребован. И лишь потом вернуться к разработке новых приложений. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов. Универньюс. В Институте психологии и образования прошел семинар о внедрении и реализации новой федеральной программы дошкольного образования. Спикеры выступили с докладами и обозначили основные цели и задачи проекта. А также разобрали некоторые правовые аспекты по работе с детьми дошкольного возраста. Важной задачей каждый из присутствующих выделил изучение технологии психолого-педагогического сопровождения детей дошкольного возраста. А именно их нравственное развитие и гражданскую идентичность. Самой главной темой мероприятия все же стало обсуждение вопросов, связанных с подготовкой детей к школе. А именно доступность детских садов в регионах России. Ведь исходя из статистических данных, в некоторых регионах все еще существуют эти проблемы. Мы работаем над вопросом о повышении доступности к школьному образованию. В первую очередь для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. У нас всего 45 муниципальных образований. И в результате двух из них мы достигли 100% доступности, как и помогать в рамках основного проекта «Темоград». На площадке креативных индустрий штаб прошел медиа-интенсив. Как попасть в медиа, запустить свое и заработать на нем при участии руководителей известных казанских медиа. На мероприятие были приглашены представители не только цифровых площадок и телевидения, но и печатных СМИ. Во время встречи они обсудили особенности и издержки журналистской профессии, а также подняли важную тему буллинга. О том, как правильно реагировать на негативные комментарии и как научиться абстрагироваться от хейтеров медиа-контента, посетители узнали во время вопроса на ответной сессии. Также в ходе беседы Александр Фирсов, шеф-редактор «Универ-Ньюз» Казанского федерального университета, рассказал, как новооснову телеканала удается держаться на плаву такой длительный срок, уже более 10 лет. История постоянной подпитки свежей крови. То есть, когда ты являешься студенческим медиа, у тебя постоянно обновляется, во-первых, аудитория, потому что кто-то заканчивает университет, приходят новые ребята, которые с первого курса начинают следить за медийной жизнью так или иначе. Ну и вдобавок ко всему, рано или поздно, они тоже все равно вливаются в коллектив. То есть, подпитка идет свежей крови как аудитории, так и, собственно говоря, рабочего коллектива. Мы поговорим о том, как вообще наша медиа существует, что мы делаем и подискутируем на тему вообще всего, что касается медиа, этики, всего, что сейчас современно популярно среди молодежи. На этом все. В студии была Елизавета Газизянова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!